Здравствуйте, туристы и милитаристы! Когда я летом текущего 2020-го апокалиптического года был в гостях в мастерской ТРЦ Найвс в Литве, в славном городе Укмерги у Андрюса Трициуса, Андрюс любезно на память подарил мне один из самых, скажем так, любимых мною фиксидов, а именно К1С, еще и там замечательный номер получился, нож у нас номерной, ну, напоминаю, как выглядят ножи от ТРЦ Найвс, это совершенно такая стильная, классная подарочная упаковка, вот у нас сертификат, номер у меня 111, здесь у нас написано сталь и так далее, и так далее, подпись, собственно говоря, самого Маэстро, по-другому не скажешь, потому что ножи ТРЦ, ну, если хотите, давайте поспорим, давайте, напишите что-нибудь в своих комментариях, по факту, на самом деле ТРЦ делает не просто ножи, ТРЦ делает шедевры, практически каждый нож ТРЦ, каждой модели безупречен с точки зрения дизайна, безупречен с точки зрения поюза, безупречен с точки зрения технического исполнения. И, конечно же, с одной стороны, ну, это же подарок, этот нож уже мой, то есть не было какого-то у нас условия, что он пойдет в зарубу Форенчис Брейв 2020, еще что-то, но с другой стороны, с учетом того, что длина клинка здесь 99 миллиметров, то есть 4 дюйма, он, как немногие, совершенно попадает именно под название самой зарубы, я Адрюса спросил, говорю, Адрюс, а не против ли ты, чтобы нож, который ты мне подарил на долгую память, поучаствовал у нас в зарубе, зарубился, он говорит, конечно, не против, это очень интересно, поэтому, несмотря на то, что, вот, все говорят, такой секой присылают тебе, нет, этот нож уже мой, мне его подарили, но я с чистым сердцем отправляю его зарубаться с другими, почему? Потому что мне, конечно, во-первых, очень интересно, во-вторых, я понимаю, насколько сильную конкуренцию он создаст остальным, по сути, очень-очень неплохим, очень сильным ножам. Итак, ладно, это все была лирика, а, еще немножко лирики. Я когда, как вы знаете, что апокалиптический финиш от ТРЦ, я уже неоднократно говорил, это один из моих самых любимых финишей клинков, и я догадался сам, я не стал спрашивать у Андрюса, я догадался сам. Я так предполагаю, что когда-то великий князь литовский Гедеминос предку Андрюса подарил склянку с драконьей кровью, и долгие-долгие столетия предки Андрюса не знали, что делать с этой вонючей, ядовитой субстанцией, крайне опасной и прочее, и прочее. И сейчас он просто добавляет эту драконию кровь при обработке клинка, и получается вот такой вот инфернальный, фееличный, невероятно красивый. Как я уже говорил, просто в зомбака воткнули и дали клинку высохнуть. Финиш здесь просто обалденный. А, кстати говоря, ножи Апокалипс с апокалиптическим финишем, это просто срыв покровов у лед головного мозга. Все, теперь от лирики поехали к физике. Как я уже сказал, ножи ТРЦ действительно в любых исполнениях, в классическом, в здоровенном, в бушкрафтерском, каком угодно, они, на мой взгляд, реально безупречные, не только с точки зрения дизайна, не только с точки зрения исполнения. А те, кто смотрит меня постоянно, могли недавно посмотреть, а те, кто не посмотрел, можете ознакомиться. У меня есть на канале видео, которое так и называется ТРЦ Найффэктори. ТРЦ Найффэктори. И там видно, что абсолютно живые люди, абсолютно живыми руками создают вот эту вот роскошь, эти вот шедевры. Так вот, и то же самое здесь. На самом деле, нож настолько утилитарен, он настолько перепрыгивает из одного хвата в другой. Абсолютно все хваты здесь невероятно комфортные, удобные и прочее, и прочее, и прочее. То есть, я сразу же скажу, ребят, у меня в зарубе 4 inches break, с учетом того, что я сам живу в стране с крайне, скажем так, лояльным ножевым законодательством, у меня совершенно нет никаких заморок на тему того, холодный этот нож или теплый, например, в России. Почему? Потому что удобство и безопасность ножа, по сути, скажем, я разбираю их именно с какой-то вот абсолютной точки зрения, неприменимо к чьему-либо юридическому полю. Вот так вот. И этот нож действительно просто охренительный. Длина ножа 214 миллиметров, длина клинка 99 миллиметров, ширина клинка 28 миллиметров, толщина по обуху 3,5 миллиметра, то есть, здесь нет какой-то перекачки. Обработка апокалиптика, вес 147 грамм всего, нож очень-очень легкий, по своим размерам он прям реально, кстати говоря, вот у нас баланс идет как раз-таки чуть-чуть, немножко дальше, чем под пальцевое указательного пальца. Вот немножко-немножко, самую малость смещен в рукоять. При таком, кстати говоря, размере мне это больше нравится. Сталька здесь LMAX 60, 61 единица по шкале роково, заявленная твердость. Холстяная микарта, очень красивая на рукояти. Конечно же, фулл танк, неразборный. Как все это делается, я видел своими глазами, очень классно делается. И ножны кайдекс. Ну, давайте с ножен, как говорится, и начнем. Нож в ножнах самую-самую малость пошатывает, совершенно прочно он сидит. Извлекается он именно что? Ох, куда ж ты? Ничего себе. Отстрелил так отстрелил, по-другому не скажешь. То есть нож совершенно спокойно здесь у нас очень сильный такой упор под палец сделан в ножнах. И как вы видели, он просто буквально большим пальцем отстреливается. Присутствует отверстие для того, чтобы клиночек дышал. И вот такая вот интересная у нас из армированной резиновой стропы идет петля. Петля у нас симметричная, поэтому я эти ножны записываю тоже в симметричные право-левосторонние. То есть симметричные с той точки зрения, что ими может совершенно спокойно оперировать человек, у которого нож и на правом, и на левом боку. Почему? Потому что мы берем просто здесь два винта, откручиваем, переставляем стропу с левого борта на правый. И у нас получается совершенно спокойно нож для левши таким же образом предназначен, как и для правши. Достоинство кайдекса в том, что он не мокнет, не проводит электрический ток, совершенно спокойно реагирует на любые агрессивные среды, не теряет долгое время внешнего вида по сравнению с кожей при каком-то жестком небрежном поюзе. Недостаток у кайдекса заключается, ну и плюс еще, конечно же, очень надежная фиксация. Недостаток кайдекса по сравнению с кожей заключается в том, что извлекать нож из кайдекса, как правило, приходится шумно. Потому что если вы возьмете тот же самый классическую свободу от ТРЦ, Classic Freedom, то он из кожаных ножен практически любого погружения, если без клапана, нож извлекается абсолютно бесшумно. Это я, скажем, именно называю плюсы и минусы. Ну и, конечно же, кайдекс вряд ли когда-нибудь будет выглядеть так красиво, чисто внешне, как кожаные ножны. То есть кожаные ножны – это именно такой вот парадно-выходной вариант. Кайдекс – универсальная рабочая лошадка. Нож. Ну тут говорить нечего. Тут все очень-очень красиво. Молоточный хват. При всем при том, что здесь глубокая подпальцевая выемка и указательный палец у меня самую малость здесь гуляет, он подвисает. За счет того, что клинок у нас не широкий, 28 мм – это совершенно нормальная такая, опять же, универсальная, я бы сказал, финочно-энерочная, энерообразная, финочная такая вот ширина клинка. Я вижу будущее, я уверен, что ни на каких породах дерева крутить клинок при строгании не будет. Абсолютно нормальный, мощный, молоточный хват. Если, забегая вперед, когда я вам буду показывать Давида от Viper, там я вам скажу, что у Давида рукоять под мою руку идет по самой крайней верхней грани дозволенного. То есть, она именно совершенно нормальная, у меня в руку встает нож, но если бы там буквально еще бы миллиметр добавить в рукоять, мне было бы уже дискомфортно им работать, он был бы слишком пухлый, слишком ухватистый. То есть, здесь очень-очень близко к нижней грани. Почему? Потому что рукоять действительно надевостроенная, она такая небольшая, она очень аккуратная. Если у вас руки пианиста, если у вас руки интеллигентного человека, это то, что доктор прописал, потому что рукоять на самом деле очень удобная. Диагональный хват без упречен. Глубокая подпальцевая с небольшим упором. Здесь на насечке микартовой, как вы видите, насечка сделана такая очень ромбиком, она действительно чувствуется. Это именно не наждачность, это именно рельеф рукояти. Пальцы, вот эти вот три пальца, они встают совершенно намертво. И вот здесь вот в этом месте насечки нет, большой палец гуляет. То есть, на самом деле, если бы вот эту насечку чуть-чуть дальше продолжить, мне было бы легче именно фиксировать диагональный хват, но он здесь фиксируется по-любому, действительно, ребят, безупречно. Плюс сама жопка рукояти, она в принципе мне в самое основание ладони упирается. То есть, если мне нужно, например, сделать какой-то укол, удар на пронос или какие-то ковырятельные движения, у меня стопроцентная гарантия того, что рукоять безопасная. Еще раз задаю вопрос. Ну при чем, сука, здесь толщина упора или глубина подпальцевой? Режут люди друг друга кухонными ножами. Глубина подпальцевой или толщина упора – это в чистом виде хозяйственно-бытовой показатель ножа. Почему? Потому что, когда мне нужно выстроить плод, свалить сосну, если мне нужно сделать элементарный какой-то кокосинг, совершенно безобидные, нечленновредительские какие-то действия, мне подпальцевая вкупе с упором просто помогают сохранить свои пальцы. Все. Если я работаю по каким-то там, я не знаю, моментам, то есть, мне сейчас возразят, хочешь, сделай себе там роха, там, за разрешающие документы и носи какие угодно. Нет. Здесь именно момент, что мы беспокоимся о том, чтобы люди не убивали друг друга ножами, а люди убивают друг друга другими ножами. Мы почему-то не паримся о том, что элементарно руки у людей целее будут. Это вопрос. Я люблю, конечно, вообще без выемок ножи. А в очередной раз вот я тираду выпустил на тему всех этих ГОСТов по холодному оружию. Есть такая наука криминология. И там совершенно ничего не сказано о каких-либо выемках, о каких-либо упорах. Она говорит о том, как преступность развивается в обществе. С точки зрения криминологической, а не криминалистической, нужно решать эти вопросы. Вах, высказался, поехали дальше. За красоту не мне вам говорить. В лучших итальянских традициях у нас хвостовик вот здесь скруглен. Или я даже не знаю, может, итальянцы уже у Андрюса подглядели. Так, Элмакс Марка стали. Следовательно, чутье мне подсказывает, что где-то вот здесь вот под мизинцем у нас номер 011. Отдельно, не через вот эту вот трубку, сделано у нас отверстие под темляк. Коротенький вот такой вот темлячок, с приятной такой медной, я так думаю, бусиной. Он действительно хорош, он удобен именно с точки зрения, где-то если вы как-то ножиком будете вот таким вот образом делать, у вас просто дополнительно идет фиксация через темляк рукояти. Если у вас какие-то именно вот, ну вдруг получится, надо где-то там что-то подковырнуть. То есть, здесь закругление спинки и брюшка рукояти абсолютно безупречны, сделано все как надо. Я говорю, дело в том, что Трициус, когда делает свои ножи, вы можете мне сейчас снова наговорить, что я там хвалю и пятое, десятое. Дело не в этом, он каждую модель носит в голове годами. Потом я видел, ребята, это действительно можно делать целый музей отдельный, я видел эти штабеля ножей, которые были когда-то заготовками, которые были когда-то прототипами. Он каждый абсолютно нож, каждую рукоять, он через свои руки пропускает и работает ими, и потом вносит изменения и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому ты берешь совершенно классическую рукоять, и у тебя просто она вот, ну нож живет в руках. Здесь совершенно все удобно, безопасно, комфортно. Вот вам, пожалуйста, отверточный хват, любые такие движения, совершенно спокойно сюда встает большой палец, указательный здесь помогает. Раз, хоп, погнали наши городских. Какая-то кухонная аккуратная нарезка или наоборот, с продавливанием вот здесь вот какие-то вот эти вот движения. То есть вот эта насечка, кстати говоря, на обухе сверхзлая, она очень мелкая и очень-очень цепкая. То есть здесь настолько все по уму, что даже и говорить не о чем. Аккуратная дулька после упора, красивые долы, красивый финиш, апокалиптический 2020. Интересно, что будет делать Тритсус, если сейчас зомбаки появятся? Потому что на самом деле из-за ковида какие-то вот эти вот появилась линейка. Класснейшая у меня футболка лежит в кафу. А если на самом деле какая-нибудь серьезная беда, как тогда Тритсус будет выпускать свои лимитки? И здесь Тритсус Найс, как вы видите. Мне очень нравится, кстати говоря, как говорит Антон Борисович наш из первого цеха, вот называет вот эту вот часть металла, называет ее черный металл. Сейчас, подождите, фокус убежал куда-то в угол. Вот. Самое прикольное, что вот по всей этой ржавульке, чем больше микро-коцек каких-то, микро-царапинок появится, тем солидознее будет выглядеть этот нож. Легкий дроп на клинке, спуски 2 трети от 2 трети ширины клинка, прямые. В общем, все для того, чтобы и работать, и достаточную степень дуракоустойчивости, достаточную степень прочности. Я говорю, квинтэссенция. Захочешь докопаться, вот, докапывайтесь. Вопросов нет. Так, нож, кстати говоря, насчет докапываться-то я знаю. Если ТРЦ на экране, я знаю, для чего докапываться будут. Причем мне нравится, как меняется мнение сообщества, меняется мнение зрителей. Почему? Потому что в начале, когда первые там ножи ТРЦ я обозревал, возгласы были. За что такие бабки? Да вы что, сколько он стоит? Там, пятое, десятое. Чем больше людей получают в пользование ножей ТРЦ, тем больше совершенно уверенных возгласов звучит этот нож. Своих денег стоит. На сайте ТРЦ сейчас этих ножей нет. И даже на Ламнии нет. А стоимость его 295 евро. Здесь рассуждать на тему того, что это слишком дорого или не слишком дорого, в эту цену входит реально дизайнерская работа лично Андрюса Тритсууса. В эту цену входит то, что абсолютно все делается в Литве. Соответственно, людям, которые работают. В этом плане Тритсуус очень патриотичен, потому что наше неопубликованное интервью, у нас есть с ним одно неопубликованное интервью, в одном неопубликованном интервью на мой вопрос. Ну сейчас бренд создан? Создан. Дизайны классные? Классные. Как работать? Известно. Переноси производство в Китай, бомби, там, я не знаю, просто тысячами, сотнями тысяч эти ножи. Тем более, что бренд, он действительно уже международное известие. И самый первый ответ, самая главная причина, почему Андрюс Тритсуус этого не делает, он сказал, что я хочу, чтобы эти деньги были в Литве, чтобы зарплата платилась литовским мастерам. Это совершенно правильный подход. Здесь даже дело не в каком-то патриотизме или еще что-то. Нет, это правильный мужской подход. Поэтому, если говорить о почти 300 евро, заложенных в этот нож, очень красиво, безупречно исполнено, невероятно функционально, сделано в Литве, сделано с громким ножевым именем. Совершенно здесь дело не в том, дорого ли это для этого ножа. Нет, здесь дело в том, дорого ли это, например, лично для меня, с моим уровнем доходов. Это уже второй вопрос. Но это так. Цены я коснулся чисто именно с точки зрения философской. В общем и целом, потрясающая работа. И повторюсь, я здесь даже не потому, что этот нож уже лично мой, а именно потому, что я работал ножами ТРЦ. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю, что такое Элмакс в исполнении Трициуса. Я понимаю, что этот нож будет просто рвать мясо лохмотьями, клачьями со своих конкурентов на зарубе. Это действительно очень-очень серьезный соперник. Всем итальянцам, чехам, финнам и прочее, и прочее, и прочее. Ну и, конечно же, россиянам тоже. Все. Спасибо за просмотр. Всего доброго. К1С. Удачи на зарубе. Чтобы, как говорится, ни сучок, как там, ни гвоздя, ни жезла. Вот, ни гвоздя, ни всего остального. Увидимся, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok